Здравствуйте! В эфире программа «Спортивная суббота». Сегодня мы поговорим о футбольном клубе «Алани». И в гостях у нас Аслан Дудеев и Альберт Схавревов. Здравствуйте, ребята! Ребята, мы вначале посмотрим сюжет об истории «Алани». Вы вообще помните чемпионский год, или вы были тогда еще совсем маленькими? Ну, честно говоря, мы были маленькие. Это был 1995 год, по-моему, когда наши стали чемпионами. Так сказать, что полностью так в подробностях я, можно сказать, не помню. Альберт, у тебя вообще было три года? Вообще, да. Но вы после изучали историю? Да, конечно. Чемпионский состав знаете? Не наизусть не буду обманывать. А сейчас мы посмотрим сюжет Яны Гагио о истории футбольного клуба «Алани». В 1921 году во Владикавказ прибыли два молодых коммуниста из Британии – Армстронг и Кэмпбелл. Именно с их именами связывают создание клуба «Юнитас» – прообраза нынешней «Алании». Первый успех пришел к команде в 1966 году, когда владикавказцы выиграли зональный турнир и завоевали серебро чемпионата РСФСР. А уже в 1969 году для «Спартака» открылись двери в высшую лигу. С этого момента, вплоть до 1988 года, «Спартак» был крепким середнячком высшей всесоюзной лиги. 90-й год называют переломным в истории клуба. «Спартак» вернулся в высшую лигу союзного первенства, а спустя два года завоевал серебро уже чемпионата России. Но по-настоящему звездным для «Спартака» стал 1995 год, когда клуб стал чемпионом России. «Когда мы выиграли чемпионское звание в Москве, выиграв у ЦСКА 2-1, уже республика праздновала. Уже я заходил во дворы, во дворах быстро, спонтанно возникали импровизированные столы. И это была именно народная радость. Не только для любителей футбола, но все – и старушки, уже пожилые русские, осетинки, представители других национальностей – все праздновали успех». В том же году «Спартак» играл в Кубке УЕФА. Дома в матче с Ливерпулем владикавказцы проиграли со счетом 2-1, но на Энфилде сумели на равных бороться с англичанами. Тот матч закончился в ничью, и по сумме двух матчей «Спартак» покинул турнир. «В этом изумрудном стадионе, в присутствии 45 тысяч зрителей, когда раздался финальный свисток, и весь стадион встал, и английская публика требовательная, разбирающаяся в футболе, овации проводила соперников аплодисментами, у наших болельщиков слезы на глазах выступили. Как Англия рукоплескала посланцам Республики Северо-Среди Алани. Вслед за «Золотым» 95-м последовал серебряный 96-й, но дальше дела пошли еще хуже. В игре Алании наметился спад. В 2005 году команда покинула высшую лигу. В 2009 году перед Алани была поставлена четкая цель – завоевать место в премьер-лиге. Но из-за не очень удачного второго круга сезон команда завершила на третьей строчке. Однако не успели болельщики расстроиться, как выяснилось, что футбольный клуб «Москва» был снят с соревнований, и Алания все-таки будет играть в премьер-лиге. Правда, радость была недолгой. По итогам сезона клуб покинул высшую лигу. Сегодня Алания вновь бьется за путевку в премьер-лигу. И пока удачно. Правозащитник? А ты что-нибудь, какую-нибудь манеру у него принимал? Ну, честно говоря, нет, я в том возрасте еще не думал об этом. Альберт, у тебя? Ну, мне нравился Косымов. Ну, как он стандарт и все полно. Аслан, ты в раннем возрасте уехал уже из Осетии. Когда ты их расскажи? Ну, по-моему, лет в 15-16 я уехал там в Целятии, там школа обрамочная назвалась. На тот момент поиграл там, то есть там несколько человек с нами туда уехал. Когда играли в одной команде, Арсен Хубо, Тзагоя Волан, Ролан Гигалаев. И он уехал туда. Ролик уехал в Питер, по-моему, если я не потаю. Вот мы троем поехали в школу обрамочной. Вот там поиграли чуть-чуть. Потом Тзагоя уехал туда в ЦСКА, Арсен раньше домой вернулся. Я потом поехал в Зенит. Ну, и вот в этом году в Волане оказался. А ты долго думал над предложением Алании? Ну, честно говоря, там были еще предложения. Ну, когда мне Георгиевич позвонил, я как бы сразу все варианты в сторону. Потому что любой человек хочет дома играть, потому что все же все родное. Все родственники, то есть, что рано или поздно сюда надо было приезжать. Так что лучше рано, чем поздно. Альберт, твоя карьера как складывалась? Ну, у меня играл пока здесь, на Спартаке, за свой год. Потом в дубль попал. Год там, ну, в конце только играть начал. А вначале так, на замене не попадал. И потом вот перед первым сбором позвонили, сказали, что приезжал на базу. Ну, ты вот как раз на этой неделе отыграл первый полный матч. Да. Расскажи вообще об этой игре. Как тебе тяжело было физически именно 90 минут? Тебе всего 18 лет? Ну, под конец была усталость. Аслан, а ты вышел после травмы. Правильно, первая твоя игра была. А что за была травма? Ну, у нас игра была с Мордовией. Там колено ударил. Там жидкость какая-то образовалась. Ну, в принципе, я уже был готов тоже выйти в самосоставе. Ну, так как тренер объяснил, как сказал, что хочет посмотреть на молодых. Ну, и вот, в принципе. Ну, сейчас уже все в порядке? Да, все хорошо. Ну, давайте как раз сейчас посмотрим сюжет о матче Алане-Волгарь-Газпром. Как и ожидалось, тренерский штаб Алании внес изменения в стартовый состав кубкового матча. В отдых получили несколько ключевых игроков. Их место заняли совсем молодые воспитанники клуба. Помимо этого, некоторые игроки, такие как Гнану и Бураев, действовали на непривычных для себя позициях. Сегодня очень много игроков не играло основного состава. Вот, хотелось дать немножко игровой практики игрокам, которые не попадали в состав. Вот, очень молодой состав у нас был. Вот, и лично для меня очень много эпизодов в игре, которыми я остался доволен. Вот, рядом наших молодых игроков. Это те же Ихатсаев, Игудиев, Итуаев. Вот, ну, естественно, им еще очень много предстоит работы. Но, в целом, в принципе, достаточно. Они показали то, что являются достаточно молодыми и талантливыми игроками. Несмотря на это, именно Алания диктовала ход игры, раз за разом угрожая воротам соперника. Самый же реальный момент упустил 16-летний Замбулак Сцайль, не использовавший выход один на один. И во втором тайме наша команда полностью доминировала на поле. Но, как это часто бывает, соперник использовал свой единственный шанс. За пять минут до финального сестра Дмитрий Печник ударом с 30 метров похоронил себя надежной воды кавказцев на повторение с прошлогоднего опыта. Было неприятно сегодня победить. Сегодня ребята вышли с боевым таким настроем. Никто сюда не приезжал. С мыслями, что нам не нужен кубик, мы сюда просто приехали за победу. В проигрыше это обидно, даже можно сказать горько, но, как сказать, не проигрывает только тот, кто ничего не делает. Впрочем, исправиться подопечный Владимир Газаевым могут уже в понедельник. В рамках заключительной игры первого круга Алания собирается со своими обидчиками из Астрахани. В дальнейшем в чемпионате наступает трехнедельная пауза, во время которой команда будет готовиться к матчам Лиги Европы. Мы снова в студии. Скажите, что не получилось в этом матче? Ну, я бы сказал так, вроде так-то все получалось поначалу. Правда, честно говоря, не хватало той самой концовки. Вроде вот-вот забил, но, честно говоря, не шел в ворота. Мне кажется, фарты тоже не хватило. Наверное, это не самое страшное поражение. Все-таки мы уже свои цели в кубке добились. Ну, да. Вообще, ты тогда играл в основном в составе. Расскажи об этом матче в Ростове. Тогда все вышли за предельные самодачи. Все так настроились на такую игру, потому что вся оседия за нас болела. И там просто нельзя было под руками сыграть. Нам еще, помню, в раздевалке сказали, если выйдите, сыграйте свою игру, отдадите все свои силы, то фортуна по-любому будет в нашей стороне. Вернемся уже к матчу сейчас с Волгарем. У нас вышли два молодых футболиста, 16-летних, Хасаев и Туваев. Как бы оценили ты основную игру? Ну, на мой взгляд, для первого раза они вполне неплохо сыграли, потому что такой возраст, что еще не позволяет там выйти и сразу хорошо сыграть. Это редко кто так играет. Но на мой взгляд, они вполне достойно показали себя. Альберт, ты играешь, ты играл и с Григорьевым, и с Грачевым. С кем тебе проще играть из них? И учишься ли ты чему-нибудь у них на тренировках? Ну, конечно, и Грачев, и Григорьев много рассказывают. И тот опытный, и тот. Скажите, после уже матча с Ростовом часто задумаетесь о Лиге Европы? Конечно. А какие бы клубы предпочли? Ну, честно говоря, даже не думал об этом, с кем попадем, с кем и сыграем. А у тебя, Альберт, есть предпочтение? Ну, хотелось бы вот Англия, Испания, Виталия, такие клубы. Ну, для этого надо будет пройти, наверное, первый этап. Ну, это солнце. Давайте поговорим немного о команде. У нас команда молодая. Вообще веселый коллектив у нас? Ну, я бы сказал, веселый, даже хороший, дружный. Какие-нибудь смешные истории? Ну, вот один раз на моей памяти, что я помню, это летели в самолете, там куда-то, уже не помню, вроде со сборов куда-то. И у нас есть в команде Гнану Ибрагим, он слушал музыку в наушниках, там, и струйдеса проходила, там, кушать, раздавала всем. И у ребят спрашивает, типа, на каком языке я разговариваю, как объяснить, типа, что. И из ребят, кто-то сказал, он говорит, по-французски так и понимает. А девочка вроде и плохо так соображала на французском. И там что-то объясняет, объясняет Ибрагим, он тут так смотрит, не понимает, и такой, давай на по-русски. И там сидит. А вообще с Гнану легко общаться? Расскажите о нем. Ну, что рассказать, так он неплохо по-русски. Ну, как сказать неплохо, он что надо, он может объяснить. А до Коста не очень, как бы, Ибрагим больше так по-русски. Но они веселые тоже? Ну да, конечно, хорошие. Давайте сейчас посмотрим нашу рубрику Светланы Кусовой «Игровой момент». Всем привет, это рубрика «Игровой момент». Сегодня мы находимся в гостях у футбольного клуба «Алания». И с нами Арсен Кубулов, полузащитник команды. Арсен, здравствуй. Здравствуйте. И для начала покажи нам какой-нибудь крутой финт, который ты часто исполняешь во время игры или же на тренировках. Научи к чему-нибудь меня или нашего зрителя. Ну, давайте я покажу вот этот. У него есть какое-нибудь определенное название у этого финта? Ну, как он, его часто Рональдо делает. Наверное, он называется финт Рональдо. А еще чему-нибудь можешь научить? Что ты вообще любишь больше? Вот на тренировку ты приходишь, для тебя силовые упражнения тебе больше нравятся? Или же ты любишь больше с мячом поработать? Нет, конечно, больше люблю с мячом. Силовые упражнения я вообще не люблю. То есть бегать все нет. И бегать не тоже не люблю. Я думаю, это никто не любит, это футболистник. Поэтому ему больше нравится упражнение с мячом. А вообще можешь сейчас меня лично научить какому-нибудь приему? Который только что сделали, я тебе это. Легкий фильм. Хорошо, давай. Идешь в мяч, потом переступаешь, смотря, ты правша или правша? Я правша. Ну, переступаешь левой ногой и убираешь вправо. Поняла. Давай попробую. Так, введу мяч. Да. Переступай левой ногой. Да. Давай перейдем к воротам. Может быть, ты покажешь, забьешь нам гол в девяточку. Как правильно стоять? Вот так вот бьют настоящие футболисты. Я даже о чем-то не успела. Ну, для того, чтобы мне действительно начать играть как футболисту футбольного клуба «Алани», мне необходимо очень долго тренироваться. Это не так легко, как вам кажется. Я очень завидую тем, кто действительно может это делать. Мы продолжаем программу. Арсен Хубулов – это тоже представитель молодого поколения. Кому доверяет Владимир Газаев? Так же он доверил и вам. Скажите, вообще расскажите о вашем тренере. Ну, что можно рассказать? Тренер молодой. И видно тоже, что старается. Что он молодой, и мы же тоже молодые. Все равно понимают. У нас легко найти общий язык с ним. Можно так, если что-то не получается. Можно так подойти и пообщаться на эту тему. Без проблем объяснить, как что лучше делать. Где надо правильно перестраиваться, где добегать, где как. На мой взгляд, делать все, чтобы было нам хорошо. А с Валерием Георгиевичем часто сталкиваетесь? Ну, конечно. Тоже порой заходит в раздевалку. Он тоже подсказывает, говорит, как лучше надо делать. Ну, то же самое, как и подсказывает. Ну, Владимир Валерьевич относится нормально к игрокам, ко мне в том числе. Когда выпускает там на 10-15 минут, подбадривает, говорит, чтобы играл как могу. Ну, так особо ошибки потом подсказывает. Вот скажи, вот всегда все равно Газаева требует максимального результата. На вас, молодых, это не давит? Ну, мы стараемся тоже выполнять те же требования. А с так? А с так? Ну, я бы сказал, может, в какой-то мере, чуть-чуть как бы давит. Но, в принципе, ваш прогресс очевиден. Вы вообще могли в начале сезона представить, что Аланя будет идти на первом месте? Что вы будете, ты будешь уже игроком основного состава. Ты в 18 лет будешь тоже подпускаться уже к составу. Могли предположить такое развитие событий? Честно говоря, какой объем работы мы на сборах сделали. И даже в этом все были уверены. Что, по-любому, не сказать прям, что вот так будет, но что впереди точно будем. И это, как бы, я думал, что может быть такое. Вы чувствуете, что в физическом плане, в выносливости, да, то, что вот вы заложили на сборах, вы сейчас некоторые команды превосходите за счет этого? Ну, конечно, это тоже чувствуется. Потому что все же так даром не пропадает. Когда человек много работает, то, как вы сказали, фундамент остается. Давайте сейчас посмотрим как раз интервью главного тренера Владимира Валерьевича Газаева о итогах первого круга. Проведенные эти 18 игр, значит, первого круга, который мы прошли провели, достаточно команда показала, на мой взгляд, очень хорошую физическую готовность, очень хорошую тактическую выучку, индивидуальное мастерство игроки проявили. Вот, в принципе, я очень доволен, значит, в принципе, каждым игроком нашей команды, которые также показали большое желание и стремление к достижению положительного результата. После 11-го числа, когда мы проведем матч завершающего первого круга с Астрахани, игрокам будет предоставлено 5 дней отдыха, где мы 17-го числа соберемся на учебно-тренировочной базе и будет, чартером вылетим, значит, в Австрию, вот, в Интераппин-отель, вот, где начнется уже 10-дневный сбор подготовки к матчу при Европе. Сегодня к нам уже присоединился, значит, наш воспитанник, игрок московского локомотива Суслан Джилёв. Вот, также, естественно, мы ожидаем, возможно, будет усиление, значит, в атакующую линию, вот, и это будет иностранец. А вот как раз ходили слухи о нападающем сборной Новой Зеландии. Это правда? Да, сейчас ведутся переговоры, вот, и надеюсь, что все завершится удачно. Мы сделаем все, мы очень, так сказать, значит, хорошо подготовимся во всех отношениях, вот, и постараемся подойти во все оружия. Нам предстоят очень сложные игры во втором круге, да и не только во втором круге, но нам предстоит еще целый год играть до достижения нашей основной задачи выхода в премьер-лигу. Аудитория в этом году очень сильно увеличилась. То есть приходит 25 тысяч, 30 тысяч. Вы чувствуете поддержку? Конечно, чувствуется поддержка, потому что такое количество даже на нашу премьер-лигу не ходит, и, как бы, очень приятно. Это хочу большое спасибо сказать тем болельщикам, которые даже в дозе и солнце приходят на наш мальчик, смотрят нас, аплодируют нам. Большое им спасибо продолжать также в том же духе. Альберт, а у тебя, наверное, родные тоже, близкие приходят? Ну, приходят, да, родные, близкие, там, соседи. Давит как-то это? Ну, так особо, если честно, я трибуну вообще не замечаю во время игры. Кто твой главный критик? Ну, отец очень много подсказывает. Он ходит всю жизнь почти на футбол, смотрит нас и разбирается, так. Может подсказать. Впереди у нас длинный сезон и необычный довольно-таки. Целых полтора года играть. Альберт, выдержите физически такой график? Ну, я думаю, физически должны выдержать. Сейчас еще будет сбор, еще как бы будем работать. Сезон, да, будет полтора года, там, пока два круга. Потом первые восемь будут решать свои задачи для выхода в премьер-лигу. А последние двенадцать свои, там, вылет, не вылет туда. Понятно. Аслан, тебя тоже не пугает просто длина сезона? Честно говоря, не очень. Сейчас будет перерыв. Вы будете на сборах или же будете отдыхать? Не, не, у нас будет перерыв. Потом дадут нам, мне кажется, не опять отдохнуть. Потом поедем на сборы работать, чтобы поддерживать этот тонус. И думаю, нормально все будет. Перед последним матчем первого круга на Волгаре особо сейчас настрой. Все-таки хочется, наверное, отомстить им. Ну, конечно, попробуем их обыграть. Давайте сейчас поговорим немного на другую тему. Точнее, я вам буду задавать вопрос. Блиц. Вы по очереди будете отвечать. Что купил на первую зарплату? Телефон. Тоже. Любимый футболист? Встать пораньше или лечь попозже? Лечь попозже. Встать пораньше. Готов смотреть «Сумерки» 10 раз подряд, если попросит девушка? Смотря какая. Есть хорошая, то да. Нет. Убрать квартиру или пробежать 10 километров? Думаю, десятку пробежать. 10 километров, конечно. Встретиться или поговорить по телефону? Встретиться. Спортивки или костюм? Костюм. Спортивки. Блондинки или брюнетки? Молдифрук. Привет. Я бы сказал, брюнетки мне. Крестный отец или Джеймс Бонд? Крестный отец. Джеймс Бонд. Почитать книгу или посмотреть фильм? Посмотреть фильм. Посмотреть фильм. Покемоны или трансформеры? Трансформеры. Покемоны. Леди Гага или Жанна Агузарова? Агузарова. Леди Гага. Что никогда не попробуешь? Акулу. Сигареты. Чего боишься больше всего? Змеи. Тараканов. Победа или участие? Победа. Победа, конечно. Спасибо, ребят, за участие в программе. Может, хотели пожелать что-то зрителям? Я бы им пожелал здоровья, самое главное, и побольше. Смотрите эту передачу. Спасибо, Альберт. Я бы пожелал тоже здоровья, конечно, и чтобы ходили на футбол, смотрели на нас, болели за нас. Спасибо. В эфире была программа «Спортивная суббота». Занимайтесь спортом, играйте в футбол. Звобо. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин